И последний вопрос в нашей этой главе. Обязан ли человек оставаться в своем храме для того, чтобы совершить хач на следующий год? То есть, если человек не успел на что, на стояние на Арафате, то обязан ли он оставаться в храме и ждать следующего года в Мекке, не уезжая из нее, или уехав из нее, но не выходя из храма? Так, для того, чтобы совершить хач на следующий год. Говорит имам Ахмад, а также имам Малик считают, что он может такое сделать. То есть, здесь речь не об обязанности, так или нет, о чем? О возможности. Разрешено такое вообще или нет? Говорит Вазахба Аксар, но большинство ученых считает, что он не должен так поступать. И это мнение имама Шафии, Ханафитов, также имам Мунзира, реваят от имама Ахмада и реваят от имама Малика. Потому что получится, что он находится в храме для хаджа не в месяце хаджа. Так, потому что месяцы хаджа уже выйдут до следующего года. А также, потому что в этом есть тяжесть на человеке. Потому что ему придется сторониться всех запретов и храма, пока он будет находиться в нем. И это второе мнение, более близко к истине, и одному Аллаху лучше известно. То есть, не нужно позволять такого дела человеку, пусть выйдет из храма, принеся жертвоприношение, или совершив умру и, соответственно, жертвоприношение не принося. И, соответственно, потом уже, на следующий год, спокойно, заново вступит в храм и совершит хадж. Так, на этом завершились вопросы нашей вот этой последней главы, которая называется Или совершив умру и, соответственно, жертвоприношение не принося. И, соответственно, потом уже, на следующий год, спокойно, заново вступит в храм и совершит хадж. Так, на этом завершились вопросы нашей вот этой последней главы, которая называется Бабу الفواتхи и лихзар. Субханакаллаху ма. Бحمдик. Шаду на ла-илахи ла-анта. Стахфор на ла-ва. Бحمдик. Шаду на ла-илахи ла-анта. Стахфор на ла-ва. Тобо на ла-ва. Бحمдик.